ДОЙЧЕ ВЕЛЛИ ДОЙЧЕ ВЕЛЛИ ДОЙЧЕ ВЕЛЛИ ДОЙЧЕ ВЕЛЛИ ДОЙЧЕ ВЕЛЛИ ДОЙЧЕ ВЕЛЛИ Если числа превышали допустимые отметки, то об этом уведомляли власти. Проект охватил только 1% госслужащих Китая, но помог выявить более 8,5 тысяч лиц, которые злоупотребляли своей должностью. Однако от использования искусственного интеллекта было решено отказаться, так как нарушителей оказалось сложно привлечь к ответственности. Цитата. У системы был серьезный недостаток. Она выявляла нарушения, но не раскрывала, как именно. Из-за этого коррупционеров было сложно привлечь к ответственности. И расследование все равно приходилось повторно проводить людям, говорится в статье. Результаты расследования робота редко приводили к тюремным срокам или серьезным наказаниям. Обычно нарушителя лишь предупреждали о дальнейших последствиях его действий на ранней стадии. К началу 2019 года большинство провинций отказались от испытаний системы, и теперь у нее нет шансов на распространение по всей стране. Власти Австралии намеренно затопили 2000 домов в штате Квинсленд после рекордных ливней. Подробности в материале газеты Гарди. Власти австралийского города Таунсвилл открыли дамбу, сдерживающую реку. Сделать это пришлось, чтобы спасти населенный пункт от более губительных последствий, пояснили в мэрии. Под угрозой оказались до 20 тысяч домов. Жители зданий, расположенных в низине, пожаловались на затопление и попросили о помощи. Одновременно с объявлением об открытии дамбы, власти предупредили население об опасности появления крокодилов, змей и других животных, которые могли покинуть территорию реки и оказаться возле жилых домов. Цитата. «Крокодилы предпочитают спокойные воды и могут передвигаться в поисках тихого места в ожидании отступления паводков. Можно увидеть их в неожиданных местах, например, переходящими дорогу. Змеи тоже очень хорошие пловцы и также могут появляться неожиданно. Уведомила министра окружающей среды Квинсленда Лиан Инок. Местным жителям приходится тщательно проверять воду, прежде чем передвигаться. С конца января уровень осадков, выпавших в Таунсвилле, составил 1 метр 160 сантиметров. По данным СМИ, за неделю на Таунсвилле обрушилась годовая норма осадков. Жизнь в розовых очках полезна для здоровья. К такому выводу пришла группа ученых под руководством профессора Антуана Пелесола из психиатрического отделения больницы Альберто Шеневье во Франции. Журналистка Фигаро Отрамбо кратко сообщает об исследовании. Наблюдения датских и французских специалистов показали. Цитата. После операции на сердце и сосудах более высокие шансы на выздоровление связаны с оптимизмом пациентов. А пожилые люди, у которых преобладают позитивные мысли, живут дольше, независимо от состояния здоровья, говорится в статье. Все дело в том, что оптимисты проявляют большую мотивацию в повседневной жизни. Они делают положительный выбор в пользу своего здоровья, чаще занимаются спортом, едят сбалансированную пищу, пьют мало алкогольных напитков и меньше курят. Это позволяет им улучшить условия жизни и обеспечивает хорошую устойчивость к депрессии. Все эти факторы способствуют долголетию, комментирует Антуан Пелесола.